Дерево, которое трудно обойти с первого раза. Говорят, этому платану 360 лет. Но вообще такие деревья живут до 2000 лет. Вполне могло видеть и Александра Первого, но уж точно Льва Николаевича Толстого. Канни Карениной, актеры Севастопольского театра имени Луначарского, готовятся с полным погружением в материал. Толстой приезжал в Крым трижды, впервые в качестве военного в Севастополь. В последний раз сюда, в Газпру, в имени графини Паниной. Именно она была хозяйкой готического особняка, построенного Александром и Анной Голицыными. В имение, раньше называвшееся Александрией, в сентябре 1901 года приезжает Лев Николаевич. Погостить до июля 1902-го. Здесь он напишет Хаджи Мурата, будет сидеть на террасе, говорить с Чеховым, дышать морем и много-много ходить. Лев Николаевич Толстой прогуливался в Ливадию, а именно царская тропа, по которой он прогуливался, проходила чуть выше того места, где мы сейчас с вами находимся. Находится ротонда, очень красивая ротонда. Это первое имение Романова в Крыму. И, собственно, царская тропа, которая была проложена из Газпры в Ливадию, проходит именно мимо Орианды. Правда, потом Льву Николаевичу запретили ходить по царской тропе, и он гулял уже по другим. Во время одной из таких прогулок так простудился, что ему даже прикупили место на городском кладбище. Но Толстой не сдался. Нехотя написанный здесь, Хаджи Мурат был опубликован уже после смерти писателя в 1910 году. Для актеров здесь уникальное место, где можно погрузиться в жизни творчества Толстого. Хочется, знаете, вдохновения, хочется радости, хочется эмоций, хочется вот какого-то чувства получить, вот которое вот в стенах, наверное, не получишь. Театра, вот зрители получают у нас в стенах театра, а нам надо где-то зарядиться. И мы, конечно же, вот придумали, что есть такое место. Мы нашли в интернете, погуглили. Нашли место, где отдыхал Лев Николаевич Толстой в имении княгини Паниной. И мы подумали, а почему бы не поехать и не пообщаться с Львом Николаевичем? Воронский любит Каренину по-своему. Каренин любит Каренину по-своему. Это его стереотипы. Он так любит, он по-другому не может. Он делает все возможное. Он делает не на 100%, на 200%. Для семьи, для ребенка, для Анны все. Он дает ей свободу. Свободу. Она посещает баллы. Что еще желать? Премьера Анны Карениной 10, 11 и 17 декабря. Также спектакль можно будет увидеть и в феврале. Ксения Гурова, Анатолий Паньков, Андрей Беженцев, Севинформбюро, Газпро, Нижняя, Орианда.